Анастасия Павлюченкова Светольна сразится с еще одной россиянкой Экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой Александр Шариков продолжит выпуск В центральном матче третьего тура Рыгбийного чемпионата Украины в мужской суперлиге Отношения выясняли лидеры таблицы Хмельницкая Подолье и Харьковский Олимп К очной дуэли соперники подошли в отменном расположении духа Одержав по две победы Впрочем, если хозяева и мечтали продолжить успешную серию То все их надежды подопечные Валерия Качанова развеяли очень быстро К десятой минуте Александр Маршуба, Андрей Царевский и Сергей Черняченко Совершили по одной попытке Владимир Войтов удачно исполнил реализацию Центральный трехчетвертной Подолье Алексей Лещенко Размочил счет со штрафного На что Николай Кирсанов ответил пятью очками 22-3 Во втором тайме картина не изменилась Виталий Орлов, Вячеслав Пономаренко и Черняченко отметились попытками Владислава Дожинник двумя реализациями Олимп победил 41-3 с 12 турнирными баллами Привычно возглавляет чемпионскую гонку В первом матче предварительного этапа Кубка Украины по футболу Среди любительских команд универ Динамо принимал запорожский Металлург-2 Харьковчане начали встречу живо Могли повести в счете, но не забили В итоге сработало знаменитое футбольное правило И на 37-й минуте гости вышли вперед Воспользовавшись неуверенными действиями вратаря белосиних Игоря Швайченко Мяч в цель отправил Данил Примаченко Отдых пошел динамовцам на пользу И через 10 минут после начала второй половины Виктор Демьянков восстановил стартовое равновесие Но в родных стенах надо выигрывать Подопечные Сергея Сизихина задачу минимум выполнили На 81-й минуте победу универ Динамо принес Даниил Самчук 2-1 Ответный поединок через неделю В четвертом туре регулярного чемпионата страны В футзальной экстралиге Монолит принимал ураган из Ивано-Франковской Быстрее на паркете дворца спорта Локомотив адаптировались гости Которые усилиями Николая Никитюка Захватили лидерство на третьей минуте Оседлать этот успех до перерыва Приезжие игроки не смогли А вот после перерыва забили два мяча На 28-й минуте Никитюк оформил дубль На 33-й Ярослав Лебедь провел успокоительный гол 3-0 ураган Монолит потерпел третье поражение И с тремя очками опустился в таблице На восьмую строчку Лидирует Продексин В активе которого максимальные 4 победы Ураган и Энергия набрав по 10 очков Делят второе и третье места Неважно где бороться Главное побеждать На чемпионате Украины по пляжной борьбе Который проходил в Затоке Одесской области И в котором участвовали 240 спортсменов Из 14 регионов Харьковчане добыли 6 золотых медалей Анастасия Кравченко одержала победу В женском турнире выиграть соревнования В весе до 55 килограммов Сергей Яковлев, Алина Булаш и Романа Вовчак Сильнее проявили себя в юниорских баталиях Кирилл Скорик и Рустам Пелин Стали чемпионами среди кадетов Но не золотом единым Также на счету харьковских борцов-пляжников 8 серебряных и 6 бронзовых наград В общекомандном зачете они заняли второе место Лучший результат показали хозяева Национального чемпионата Одесситы Юношеская сборная Харьковской области По водному полу Стала серебряным призером Всеукраинского турнира Памяти двукратного олимпийского чемпиона Алексея Баркалова Который завершился в Киеве 12-летние воспитанники Светланы Вишневской Вячеслава Белевцова Выиграли два матча на первом этапе А в финале уступили один мяч Львовской ДСШ 7-8 В решающем матче Харьковчанин Максим Тюкин Оформил хит-трик Всего в турнире участвовали 6 Команд из 5 областей В Харькове состоялись чемпионаты Украины По болдерингу и Лазанина Трудность За награды главных национальных турниров Сражались 78 спортсменов Из 10 областей Обе дисциплины вкупе с результатами Августовского чемпионата страны В Лазанина Скоро шли в зачет многоборья В связи с коронавирусом Вообще смазаны все соревнования Чемпионата Украины И хорошо, что нам позволили Проводить их вообще А почему здесь в Харькове Ну мы считаем, что в Харькове Самый лучший скалодром И каждая трасса отличается сложностью Конечно же И это все должны Участники быть готовы И к растяжке, и к прыжкам И к равновесию То есть трассы построены так, чтобы не было И координации, и прыжковые моменты отработаны То есть целый спектр физических подготовленностей В Болдеринге харьковчане завоевали две серебряные и одну бронзовую медали Среди мужчин второй результат показал Леонид Асачи В финале, в котором участвовали шесть лучших скалолазов Подопечный Лилии Самсоновой преодолел три трассы Новоиспеченный чемпион страны Сергей Топишко Прошел все четыре маршрута Еще один харьковский участник Максим Внуков стал пятым В женских соревнованиях Маргарита Захарова и Дарья Нестеренко Заняли второе и третье места соответственно Захарова прошла три трассы, Нестеренко две Младшая сестра Маргариты Ксения Захарова была в финале пятой Победила днепровская скалолазка Евгения Казбекова Которая показала максимальный результат Очень интересные трассы Очень радует, что подготовщики использовали новые зацепы Которые используются сейчас на международных соревнованиях Это сразу улучшает уровень трасс и пролазов И это интересно, зрелищно смотреть, поэтому мне понравилось Надо много тренироваться и работать над собой и не останавливаться К Казбековой не было равных и в лазанье на трудность Старшая из сестер Захаровых финишировала второй Младшая замкнула призовую тройку и выполнила норматив мастера спорта Украины В многоборье Маргарита Захарова одержала уверенную победу В генеральной классификации она опередила ближайшую соперницу Анастасию Кобец Из Донецкой области на внушительные 73 очка Дарья Нестеренко и Ксения Захарова поделили третье место Несмотря на то, что у меня травма и лезть достаточно тяжело То я думаю, сегодня все получилось максимально И вытерпеть, и побороться, и трассы были интересные И на разных плоскостях Я очень довольна, очень рада В финале всегда есть с кем побороться Это же и вызывает интерес, заставляет тебя работать на максимум Показывать все свои способности Да, все участники сильные Кто-то, ну а выиграет, я считаю, тот, кто психологически сильнее И более готов выступать и побеждать Асачи в лазанье на трудность Выиграл бронзовую медаль В многоборье стал первым Богдан Ботнер, Илья Бахмед Смоленский И Глеб Суховой по сумме трех дисциплин Расположились на четвертой, шестой и седьмой итоговых позициях Сегодня все о спорте Удачи вам и хороших новостей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому